Еще на входе гостей встречают пары в старинных костюмах. Они же танцуют полонез в литературном зале. Здесь о творчестве Пушкина говорит не только роспись на стенах. Мебель, картины, вещи из прошлого – все посвящено жизни поэта и его музе Наталье Гончаровой. Сейчас библиотека может себе позволить иметь собственный литературный зал. А начиналось все с небольших помещений. Библиотека началась с очень маленького помещения по улице Кремлева, 7. Небольшая комнатка. На день открытия библиотеки 25 мая 1957 года было всего 3000 книг. Среди гостей вечера бывшие заведующие библиотекой, друзья, читатели и партнеры. Кстати, еще недавно библиотека обслуживала только детскую аудиторию. Теперь среди ее читателей и взрослое население. В адрес работников книжной Мекки звучат поздравления. Библиотеки дарят подарки. Артисты театра «Суббота» приготовили театрализованное представление. За мятежную мысль его, и за гений его крылатый, и за то, что, прости ты, Бог, за недужу Дантес проклятый, и скорее, как собака сдох. На сегодняшний день библиотека оснащена компьютерами. Есть доступ в интернет, но все же главное, что отличает юбиляра, это умение хранить традиции и чтить память великого русского поэта. Юлия Васильева, Кристина Волковинская, Александр Киселев, Вячеслав Шевчук. Трекомпания. Регион 45.